И возвращаемся к событиям на юго-востоке Украины, откуда весь день приходят новости о массированных обстрелах. Ополченцам сдался один из военнослужащих, который говорит, что силовиков приказом из Киева заставляют устраивать вооруженные провокации. На месте событий работает Дмитрий Зайцев. Киевский проспект, улица, соединяющая центр Донецка с аэропортом, своего рода зона отчуждения. Многие местные жители отсюда уже уехали, потому что каждую секунду здесь рвутся снаряды. Те, кто остались, живут в состоянии страха за себя и за своих близких. Побито все отопление. Люди сидят без отопления. Магазин вообще побитый, квартиру залетело. На поселке, говорят, женщину убило. Похороны сегодня будут. Киевский, Куйбышевский, Петровский в этих районах сегодня фиксируют обстрелы. Осколками изрешетила грузовик газовой службы на севере Донецка. Бригада как раз приехала устранять очередную аварию. Водитель получил легкое ранение. Под огнем сегодня ясиноватая Саханка и Красногвардейский район Макеевки. На шахте Щегловская Глубокая днем спасали 131 горняка, застрявших под землей из-за обстрела. Поступила команда руководителя шахты. В течение полтора часа всех людей вывели из шахты, оставили только людей для откачки воды. Снаряд попал в помещение рядом с клетивым стволом номер один. Это четвертый этаж, там как раз находился слесарь. Пожилого мужчину уже прооперировали сейчас в больнице. Тех, кто больше не может выносить ежедневные обстрелы, республиканское МЧС. Эвакуируют на бронемашинах, спасатели доставляют жителей в пункты временного пребывания. Сегодня сюда привезли еще 30 человек. У меня ночью посыпали стекла в трехкомнатной квартире. Ну, дети плачут, как бы света, воды нету, отопления нету. Ну, как бы мне некуда деваться. У Раисы двое маленьких сыновей. После очередного обстрела квартиру пришлось покинуть. С детьми сейчас работают психологи. У некоторых сильнейший стресс. Бывший боец ВСУ, один из тех, кто еще вчера стрелял, в том числе и по детям. Оставил свою воинскую часть и рассказал сегодня в Луганске журналистам, что украинская армия специально бьет по своим, чтобы потом обвинить во всем ополченцев. Много случаев было, когда укропы стреляли реально, даже гражданцев на постах. Не пропускают, людям надо пройти, их не пропускают. Потому что часто бывают пьяные, обкуренные, обширятые. Серьезная остается обстановка и в Горловке. Без света тысячи жителей. Перебита линия электропередачи, ведущая из Углегорска. Сама трасса Донец-Горловка из-за обстрелов по-прежнему перекрыта. Дмитрий Зайцев, Вячеслав Черешко, Рушан Умяров и Ярослав Зорин. Первый канал Донецк.